Министерство здравоохранения Ульяновской области официально прокомментировало ситуацию с 8 пострадавшими, которые отравились неизвестным веществом в августе. По состоянию на сегодняшний день два взрослых человека умерло, четверо взрослых и двое детей находятся в удовлетворительном состоянии. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ульяновцы отравились подсолнечным маслом, в составе которого мог находиться крысиный яд. На сегодняшний день у нас 8 пострадавших. Первая женщина обратилась 3 августа. Это была первая пострадавшая. Она погибла. Тогда у нас еще не было подозрений на отравление неизвестным веществом. Она поступила в клинику желудочно-кишечного кровотечения. Был поставлен диагноз передозировка антикоагулянтами. Она принимала антикоагулянты. Это препарат, который разжижает кровь, который пациенты с различных сосудистыми заболеваниями, они их получают от назначения врача. Но следующие случаи, которые связаны между собой семейными связями, служебными связями, позволяют заподозрить отравление неизвестным веществом, потому что все эти пациенты употребляли в масло один продукт одного производителя. И у всех были очень схожие проявления заболеваний. Из-за этого, с учетом этих проявлений, пациенту был поставлен диагноз отравления неизвестным веществом. Какое-то вещество еще сказать нельзя. Официально результаты экспертизы до нас еще не доведены. Самочувствие пострадавших сейчас в этом месте? Взрослые дети? Сейчас в больницах находятся шесть пострадавших. Это четверо взрослых и двое детей. У всех состояние удовлетворительное. Вчера была проведена консультация этих пациентов по телемедицинской системе с федеральными учреждениями. Дана рекомендация. Решение об их эвакуации в федеральные центры не принято ввиду их удовлетворительного состояния. Это масло домашнего производства. Масло домашнего производства произведено в Теренгульском районе. Продавали его семья, которая производила масло. Один из членов семьи работает в государственном учреждении здравоохранения в нашей системе. Они на работе просто по знакомству это масло продавали. Правоохранительные органы продолжают проверки. Мы будем следить за развитием событий. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улл. Правда. ТВ. Новости Улл. Правда.